В эфире время новостей на МТВ о самых важных событиях города и региона прямо сейчас в студии Анна Корохова. Здравствуйте! Сегодня утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообщался с главными героями праздника, ветеранами Великой Отечественной войны. На видеосвязь с главой региона вышли Виктор Федорович Шестель, Александр Иванович Колотушкин, Иван Григорьевич Зюба, Андрей Степанович Гойдин. Андрей Бочаров тепло поприветствовал и поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил за участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Глава региона также доложил участникам встречи о подготовке к 80-летию Сталинградской победы. В свои 96 лет Виктор Федорович Шестель и сегодня принимает активное участие в общественной жизни региона. Виктор Федорович, как настроение? Нормальное. Как здоровье, Виктор Федорович? В пределах нормы, возраста. В пределах нормы, ну значит нормально, Владимир. Он всегда оптимист. 95-летний Александр Иванович Колотушкин во время Великой Отечественной войны участвовал в разгроме восточно-прусской группировки фашистов, в мирное время продолжал служить родине, работая на оборонных предприятиях страны. Из Среднеоктубинского района подключился к разговору 97-летний Андрей Степанович Гойдин. Фронтовик принимал участие в боях на подступах к Сталинграду. Был тяжело ранен в боях за освобождение Украины. Иван Григорьевич Зюба из Старополтавского района. Ему 95. Служил в войсках НКВД. Был ранен. Победу встретил в Литве. Желаю всем здоровья, крепкого здоровья. Всем старикам не поддаваться ничему. Огромное количество цветов и венков возложили сегодня к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. На главной высоте России, Мамаевом Кургане, губернатор Волгоградской области Андрей Бучаров возложил цветы к Вечному огню, Малой Братской могиле, могилам неизвестного солдата и маршала СССР Василия Чуйкова. Также глава региона почтил память защитников Сталинграда у Вечного огня на Аллее Героев. Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования поколения победителей во имя будущих поколений и во имя нас. Вечная память и слава поколению победителей. С праздником! С днем Сталинградской победы! Почтить память защитников города-героя на главную высоту России сегодня поднялись также депутаты Волгоградской областной думы и глава города-героя Владимир Марченко. Председатель Волгоградской областной думы Александр Бложкин, вице-спикеры регионального парламента Сергей Булгаков, Тамара Головачева, Алексей Логинов, Дмитрий Калашников и сенаторы Российской Федерации Николай Семисотов. Они изложили цветы к вечному огню в зале воинской славы. Это дата не только для Волгограда, Сталинграда. Это для жителей, которые проживают на нашей земле, очень важна. В истории Сталинградская битва самая, наверное, длинная была и большая. По времени, по численности погибших здесь. И сегодня мы прискорбим на это, думаем, смотрим, отдаем дань нашим ветеранам, труженикам тыла, детям Сталинграда за то, что они выстояли, победили в этой страшной войне. Дай Бог им всем здоровья, благополучия и удачи. Конечно, сюда, поднимаясь на Мамаев курган, испытываешь особые чувства. Как-то сразу и разговоры стихают, и ощущаешь на себе вот то величие подвига, который совершили наши деды и прадеды в те годы суровой, страшной войны. Мы никогда не должны забыть эту войну. И снова, в Волгоградской области обновлен максимум заболеваемости COVID-19. 1207 жителей региона заразились за минувшие сутки, данные сообщает региональный оперативный штаб. В Волгограде плюс 286 заболевших, в Волжском – 304. Среди муниципальных районов лидируют Михайловский и Среднеохтубинский, где заразились 182,50 человек соответственно. Полную картину вы видите сейчас на экране. К сожалению, за минувшие сутки зафиксировано 8 летальных исходов. Победить инфекцию смог 251 человек. Возложить цветы и отдать дань уважения погибшим. Сегодня, в торжественный и памятный день, на главную высоту России поднялся и чрезвычайный полномочный посол Итальянской Республики в России. В сопровождении заместителя губернатора Волгоградской области Анны Писемской делегации областного комитета экономической политики и развития Джорджа Старачи прогулялся по историкам и мемориальному комплексу героям Сталинградской битвы. Полномочный посол оценил монументальность самой главной скульптуры «Родина-мать зовет» и возложил цветы к вечному огню. Свою запись Джорджа Старачи оставил и в книге почетных гостей. Посол подчеркнул, что для него особенно важно посетить Мамаев курган именно в день победы в Сталинградской битве, чтобы отдать дань памяти жертвам войны, погибшим солдатам и мирному населению. Я сегодня приехал сюда, чтобы отдать дань памяти жертвам, которые были принесены гражданским населением и советскими солдатами во время битвы, длившейся 200 дней и ночей. Благодаря советским солдатам много граждан Европы, евреев были освобождены из нацистских концентрационных лагерей. Я думаю, что их родственники, сегодняшнее поколение, очень им благодарны за это. Я думаю, что все те, кто поддерживает нацистские идеологии, являются членами этих организаций. Их надо привезти сюда, на это место, чтобы они поняли ошибку, которая была совершена во время войны, чтобы страдания людей не повторились в будущем. Будущее у Италии и России светлое, уверен посол. Накануне Джорджа Старачи и губернатор Волгоградской области провели рабочую встречу, главной темой которой стало сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах между Волгоградской области и регионами Италии. Итальянские предприятия занимают второе место по импорту в Волгоградскую область. Бренд «Сделано в Италии» уже является знаком качества во всем мире. Итальянцы поставляют в наш регион машиностроительную продукцию, электрические машины и оборудование, пластмассы и продукцию черной металлургии. Волгоградцы экспортируют в Италию топливо и нефтепродукты, металлургическую продукцию, удобрения, продукты неорганической химии, пшеницу и пластмассы и изделия из них. Сегодня активисты Волгоградского регионального отделения молодой гвардии растянули от подножия Мамаева-Кургана до монумента «Родина. Мать зовет» 70-метровую георгиевскую ленту. Знак воинской славы, мужества и отваги. Георгиевская лента символизирует победу советского народа над коричневой чумой. В дни памятных и праздничных дат все, кто помнит о героях Великой Отечественной войны и понимают цену победы, надевают черно-оранжевый георгиевский символ на одежду. Волгоградцы пошли еще дальше и растянули 70-метровую ленту сначала возле мемориального парка, а затем вдоль лестницы, ведущей к монументу «Родина. Мать зовет», чтобы знак победы был виден даже с высоты птичьего полета. Молодая гвардия и в целом вообще вся молодежь обязана помнить подвиг героев Сталинграда, ведь они не только совершили героический подвиг, а переданы нам вообще великое наследие. Это любовь к родине, заботиться о родной стране, защищать ее интересы и отставить ее позиции. Для меня это всегда было большой честью. Я впервые участвовал в этой акции еще в 2019 году в Москве. И сейчас я очень рад, что здесь, в своем родном городе, проходит та же самая акция победы. В акции приняли участие и активисты из других регионов. Саратовская студентка Елена Колесникова приехала в Сталинград специально 2 февраля, чтобы в праздничный день посетить самые известные памятные места города-героя. Мы были на мельнице, видели дом Павлова. И это потрясающе, что люди отстояли, люди боролись за свою землю, за своих родных и близких, и чтобы мы жили во благо нашей страны. В одном ряду с молодыми активистами «Единой России» ветераны боевого братства. Участники боевых действий в Афганистане на Северном Кавказе хранят напутствие героев Великой Отечественной войны и передают патриотические традиции молодежи. Только на основе традиций, которые передали поколения, на основе всех тех ценностей, моральных ценностей сегодня живет Россия. И сегодня наша задача все это передать молодому поколению. Весь мир знает Сталинград, знает Сталинградскую битву, отсюда пошла победа. Я надеюсь, что это знамя победы, знамя и те традиции, они попадут в надежные руки. В завершении акции волгоградцы возложили цветы и венки в память о погибших на Сталинградской землевойнах. По традиции во всех районах Волгограда этот день начался с возложения цветов к памятникам и обелискам в память о героях Сталинградской битвы. Почетный караул замер на посту и у братского воинского захоронения в Красноармейском районе. Глава районной администрации, представители депутатского корпуса, силовых структур и совета ветеранов возложили цветы к вечному огню братской могилы воинов 57-й и 64-й армии. В годы войны Красноармейский район стал местом дислокации многочисленных военных госпиталей и медсанбатов. Их размещали в школах, детских садах, общежитиях, частных домах. Местные жители помогали чем могли, ухаживали за ранеными, привозили в воду, брали за любую работу. Солдаты офицеров, умерших в госпиталях Красноармейского, хоронили на кладбищной берегу Сарпы и на площади Свободы. Сегодня также во всех школах у нас пройдут уроки мужества с детьми. Также будут на уроках рассказаны память и подвиги наших советских солдат, которые сложили свои головы в бою под Сталинградом. В Красноармейском районе в годы войны все работало на фронт. Предприятия пекли хлеб, выпускали горчичники и горчичное масло. Люди работали на переправах и военных госпиталях. Жители испытали на себе все ужасы вражеской бомбардировки. Современное поколение помнит и чтит память воинов, защищавших Сталинград. 200 дней и ночей делась кровопролитная битва. Мы понимаем, мы гордимся и такие мероприятия, как сегодня, это очень важно для того, чтобы просто наше последующее поколение помнило, знало историю. Большую патриотическую работу ведет и районный совет ветеранов. В 2021 году финансовую поддержку получил проект «Памятные места Сталинградской битвы на земле Красноармейска». На территории района появились стенды с информацией о событиях поворотного сражения Второй мировой войны. У нас начинается патриотическая акция «Памятные места Сталинградской битвы на земле Красноармейска», где наши серебряные волонтеры рассказывают о том или ином событии Сталинградской битвы на земле Красноармейска. Я считаю, что и мы вот эти ролики будем крутить на протяжении всего года, вплоть до 80-летия Сталинградской битвы. Член Совета ветеранов Александр Смирнов детально занимается изучением истории Великой Отечественной войны. Выпустил книгу памяти Красноармейского района с именами погибших воинов и мирных жителей. Уже второй выпуск, более углубленный, более уточненный. И благодаря этому я смог здесь сделать анализ, откуда выходцы наши защитники. Там 66% это выходцы с России, с разных регионов. Нескончаемым потоком люди шли возложить цветы к мемориалу. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто защищал наш город и страну. Илья Власенко, Анатолий Чернышев. Время новостей. Сталинградская битва. Одно из величайших сражений Второй мировой. Она длилась 17 июля 1942 года по 2 февраля 43-го. И завершилась победой советских воинов, защитников города на Волге. Фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, а также 100 тысяч солдат и офицеров вермахта попали в плен. Жители не только нашей страны, но и всего мира знают цену той победы наших войск, которая положила начало радикальному перелому в ходе всей Второй мировой войны и спасла мир от фашистской чумы. В ходе Сталинградской битвы ожесточенные бои шли повсюду. Начинается с июля 42-го и до февраля 43-го. Кровопролитные схватки шли и на поступок к городу. Вначале, когда наши воины отступали к Сталинграду, затем, когда добивали остатки врага. Минуты молчания почтили память погибших и на Росошинском военно-мемориальном кладбище. Воинское кладбище появилось на месте сел Большая и Малая Росошки. Они исчезли в огне Сталинградской битвы. Здесь каждый метр земли пропитан кровью десятков тысяч наших солдат и мирного населения. Это наши прадеды принимали участие ради сохранения нашей жизни и процветания нашей страны. Это очень важно, потому что молодое поколение забывает в истории, в новейшей, меняется, искажается память. Поэтому надо привлекать как можно больше народу из молодежи, и чтобы память эта всегда была вечной. Любые события, связанные с историей Великой Отечественной войны, должны оставаться в памяти народа и ни в коем случае не предаваться забвению. Волгоградская область – один из центров поискового движения в России. Эти люди помогают нам получить сведения о подвиге наших предков, многие из которых пропали без вести или отдали свои жизни за нашу Родину. Работа не прекращается ни зимой, ни летом. В зимний период она ведется по возможности. Это в основном исследовательская работа, архивная работа. Но с первым теплом, именно как сходит снег, наши поисковики устремляются в поля и работают именно по поиску непосредственно погибших героев Сталинградской битвы на месте. На Рассошинском мемориале похоронены 24 208 защитников Сталинграда. Каждый год благодаря работе поисковиков мы узнаем имена все новых защитников Волжской твердыни. Нам не несли свободу от коммунизма, чтобы дать что-то новое, а именно хотели уничтожить и практически полностью. Поэтому мы не должны забывать подвига наших предков, которые не только отстояли нашу свободу, такое будущее, но и победили, искоренили фашизм. В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и мужество. Не только для России, но и для всего человечества слово «Сталинград» было и остается знаком победы над фашизмом, с символом перелома в величайшем вооруженном противостоянии во всей мировой истории. Именно наши предки сохранили для всех жителей планеты возможность жить под мирным небом. Илья Власенко, Дмитрий Макаров. Время новостей. Забег в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Его история началась в далеком 1948-м, спустя ровно пять лет после победы в битве на Волге. Сегодня, в юбилейный 75-й раз, его участники, пробегая дистанцию, вспомнили о своих близких, родственниках, героях Великой Отечественной и Сталинградской битвы. Отдали им дань уважения. Одним из самых заметных участников забега стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Митков. Он, естественно, приковал к себе внимание всех присутствующих. Со спортом он всю жизнь. И в свои 95 готов преодолеть 10 километров. Своим примером он показывает, что эти занятия помогают оставаться на позитиве и в хорошей физической подготовке. Я знаю, что на 2 февраля 11 раз я участвовал в Петиморск-Калач. Или наоборот, Калач-Петиморск. А здесь я уже сбился со счета. Спортсмены, участвующие в таком мероприятии не в первый раз, и любители физической культуры смогли преодолеть две дистанции – 5 и 10 километров. Участники пробега в восторге, что в этом году забег смогли провести в очном формате. Ведь соревновательный дух проявляется по полной. Я надеюсь, что все получат огромное удовольствие в такой праздничный день поучаствовать в этом забеге. После финиша бегунам вручили памятные медали о самом быстром и кубке. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на нашем информационном портале mtv.online. А на этом пока все. Итоги дня подведем вместе с вами уже в 20.00. Не переключайтесь.